За прошедшую неделю в отделение скорой медицинской помощи поступило 247 вызовов. Зафиксировано одно дорожно-транспортное происшествие с тремя пострадавшими. Круглосуточный стационар поступило 117 человек. Заболеваемость ОРВИ в городе остается на низком уровне, диагноз грипп не выставлялся. В акушерском отделении на свет появилось три младенца. Медсанчасть полностью готова к работе в праздничные дни. Эксплуатация инженерной инфраструктуры города проходит в штатном режиме. Вопрос вывоза твердых коммунальных отходов в период праздников стоит на контроле руководителей ЖКХ. Действие с оператором в части синхронизации работы транспорта и персонал управляющих компаний достигнуто. Поэтому есть надежда и некоторая уверенность, что новогоднего коллапса мусорного, оно все-таки в Десногорску избежать получится. В новогодние праздники десногорцев ожидает насыщенная программа мероприятий. 4 января в 16.00 в Центре культуры и молодежной политики состоится рождественский концерт. С 4 по 6 января в Историко-Краевическом музее пройдет новогодний маскарад. А с 5 по 6 января в детской библиотеке покажут спектакль до семейного просмотра. Бабушки тоже были маленькими. 6 января в 11.00 мы приглашаем на рождественский турнир по баскетболу ФОК Десна. 7 января с 11.00 до 15.00 рождественские гуляния на площади администрации. Программы катания лошадя, концертная программа, конкурсы. И 8 января мы приглашаем разноцветный мир. Итоговая игровая программа, посвященная Дню детского кино, Центра культуры и молодежной политики. 28 декабря в период с 10 до 10.30 будет проводиться проверка муниципальной системы оповещения населения с включением электрических сирен и передачей речевой информации. Десногорцев просят сохранять спокойствие.